Господи Божий мой, на Тяуповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня, в день отдания праздника Рождества Христова и памяти прославления преподобного Паисия Святогорца, за богослужением читаются несколько евангельских зачал, среди которых отрывок из Евангелия от Матфея, глава 12, стихи с 15 по 21. Послушаем его в прочтении Иеродиакона отца Александра. Во время Оно по Иисусе и доше народе мнозе, и исцели их всех, и запрети им, да неяви Его творят. Якогда сбудется реченное Исаием, пророком глаголющим, Се, отрок мой, Его же изволих, возлюбленный мой, нань же благоволи душа моя, положу дух мой на нем, и суд языком возвестит. Не преречет, не воззапиет, не же услышит, кто на распуте и глаза Его. Трося сокрушенно не преломит, и лена внемшися не угасит, донде же изведет в победу суд. И на имя Его языцы уповают. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. В то время за Иисусом следовало множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Се, отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не воззапиет, и никто не услышит на улицах голоса Его. Трости надломленный не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя Его будут уповать народы. Сегодня, в день отдания праздника Рождества Христова, Святая Церковь, обращает наше внимание, дорогие братья и сестры, на пророчество Исаии. Потому что эти слова особенно характеризуют служение Христа, указывая, насколько смиренен и кроток наш Господь, и какой победы будет исполнено Его служение. И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. За Спасителем следовало множество народа не только из окрестных мест Галилеи, но и из Иудеи и Переи, находившиеся на востоке от Иордана, и даже из языческих стран Тира, Сидона и Едумеи. В этой толпе было много больных. Все они хотели исцелиться. Все нетерпеливо спешили подойти поближе к Спасителю, обратить на себя Его внимание или хотя бы просто прикоснуться к Нему. Византийский богослов Ефимий Зигабен поясняет, «Смотри, как он заботится о больных и врачует зависть иудеев, повелевая не объявлять о том, что он исцелил. Слыша об этом, иудеи часто негодовали на него. А так как он дал это повеление по своему долготерпению, желая лучше скрыть свою славу, чем довести их до большего безумия, то евангелист приводит слова пророка, который некогда предсказал о таком его долготерпении и незлобии». В этой кротости и смирении Спасителя евангелист Матфей и видит исполнение пророчества Исаии о возлюбленном отроке или рабе Божием и подтверждении слов пророка, изображающего характер ожидаемого Мессии. Борис Ильич Гладков дает следующий комментарий. «Суд в переводе с еврейского означает правду, потому что выражение «возвестит народам суд» может означать «возвестит всем народам, а не одним только евреям, правду о Боге, о назначении людей и о вечной жизни их в Царстве Небесном», то есть «возвестит ту истину, которая теперь известна нам из Евангелия». «Господь пришел, чтобы принести народам справедливость и показал нам, как мы должны вести себя по отношению к Богу и к людям. Спаситель не будет, подобно фарисеям, выступать со своей проповедью на шумных улицах и городских площадях. Он не будет искать себе славы. И потому не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса его». Александр Павлович Лопухин добавляет, что в словах пророка о Мессии изображается кротость Спасителя, который, идя по широким улицам, не кричит и не производит шум. Далее евангелист Матфей приводит такие слова пророчества. «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Святитель Иоанн Златоуст толкует эти слова следующим образом. «Удобно было Христу переломить их всех, то есть врагов своих, как трость, притом уже надломленную. Удобно было ему воспламенившийся гнев иудеев погасить, как лен курящийся, но он не захотел этого, и тем доказал свою величайшую кротость». Таким смиренным и кротким служением Спаситель достигнет того, что правда восторжествует, и на имя Его будут уповать народы. Приводя это пророчество, евангелист Матфей хочет показать иудеям, что ложными являются их представления о Мессии, как о земном царе-завоевателе, который возвеличит иудейское царство и будет с внешним блеском и славой царствовать на престоле Давида. «Ветхозаветные пророки, напротив, возвещали о кротком и смиренном Мессии, царство которого будет не от мира сего, но который, тем не менее, дарует спасение и язычникам, а также на имя которого будут уповать все народы». Действительно, братья и сестры, мы видим, что уплотившийся в мир Спаситель в своем служении исполнил пророчество Исаии, подавая каждому из нас пример величайшего смирения и кротости. И сегодня, в эти святые дни Богоявления, наша радость о пришествии Спасителя в мир должна быть царазмерна его подвигу. Прославляя чудеса и славу Христову, мы не должны забывать, что призваны быть живым примером истинной веры для этого мира, призывая все народы уповать на Бога. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на Тя уповах, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok